Приветствую вас. Первое, что хочется сказать, это то, что психолог не даёт советов. То есть, если вы обратились за советом, я боюсь, что не по адресу вы обратились за совет, по крайней мере. Потому что психологи советов не дают. Более того, несколько советов ещё больше вас вернет в состояние такого непонимания, что делать. Вот, в состоянии такого раздрая. Вот. Скорее всего. Скорее всего. Поэтому, я думаю, что ориентироваться на советы вам не стоит. Не стоит именно ориентироваться на советы. Не стоит. Вот. Это то, что касается непосредственно запроса вашего. Теперь. Влюбилась в парня, который даже не подозревает о моём существовании. Ну, смотрите. Если парень не подозревает о вашем существовании, то, ну, наверное, ему надо заявить как-то о себе. Чтобы он узнал о вашем существовании. Всё-таки. А то, получается, такая, такая довольно странная история. Что парень о вашем существовании вроде как не знает. Но вы ему, судя по всему, и не давали знать о себе. Вот. Хотя, конечно, я могу здесь быть не прав, и я могу ошибаться. Вот. Но так не видится. По крайней мере. Вот на текущий момент эта ситуация. Далее. Если вы говорите, что влюбились в человека, да, то влюблённость, наверное, наверное, влюблённость, ну, должна как-то себя проявлять. Что вам хочется что-то делать, например, для человека. Допустим. Вам хочется проявлять себя как-то с человеком. И так далее. И вот, собственно, возникает вопрос. Вам хочется чего-то? Вам хочется как-то проявлять себя человеком? Или нет? Мне кажется, это такой достаточно важный момент, если мы говорим про влюблённость. Ну, ваша влюблённость. Дальше. Причём он не очень-то красивый, мне скорее нравится его чувство юмора, взгляд на жизнь. А какое значение для вас имеет красота? Так. Нравится его чувство юмора, взгляд на жизнь. Такое чувство, будто нашла родимую душу. Так это означает ли это, что вы чувствуете себя одинокой? Чем нравится? Ну, вот. Юмора, юмор. Взгляд на жизнь. Сейчас он ехал учиться за границу, могу следить за ним только по социальным сетям. Несмотря на его завтрак, у него много друзей и, возможно, даже от поклонниц отбоя нет. Это ревность у вас? Я бы не надеялась даже подумать о сближении с ним. Почему? Почему? Почему бы не надеялись даже подумать о сближении с ним? То есть, ну, вы, простите, да, а что плохого в сближении с ним? То есть, вы видите в этом для себя какой-то негатив в сближении с ним или что? Почему нельзя, например, с ним сблизиться, ну, просто вот, ну, просто? Потому что вам этого хочется. К примеру. Если вам этого хочется. К примеру. То есть, это вот, мне кажется, как минимум вопрос. Как минимум. То есть, если вы хотите с человеком сблизиться, то в чем препятствие? В чем, в чем препятствие? По вашему мнению? Как вы это ощущаете? Как вы ощущаете это препятствие? Далее, вы говорите про надежду. Вы говорите про надежду, вы говорите про то, что у вас надежда есть, как бы, ну, вот, на то, что, чтобы сблизиться с ним. И у меня, соответственно, возникает вопрос. Любая надежда есть по сути своей потребности. То есть, ваша надежда здесь исключением-то, в принципе, не является, как таковым. Если вы надеетесь с человеком сблизиться, то, вероятно, вам чего-то, чего-то хочется. Соответственно, вопрос, в таком случае, я могу вам задать. Чего вам хочется? Чего вы хотите? Что вам нужно? В чем вы нуждаетесь? Это важно. Для вас это важно. Потому что надежда, надежда, это именно потребность. И если мы с вами, например, увидим вашу потребность, если мы исследуем вашу потребность, если мы поймем, чего вы хотите и что вам нужно, то, на мой взгляд, ситуация будет гораздо лучше. На мой взгляд, ситуация будет гораздо лучше. Далее. Так. Такое чувство. Так. Сейчас он уехал. Так. Он частенько шутит по поводу того, что из-за его внешности никто не хочет с ним встретиться. И во мне невольно стала разгораться надежда. То есть, вы по факту ведете речь сейчас о том, что есть страх. У вас есть страх, некий страх конкуренции, так что вы боитесь конкурировать с, значит, с другими девушками. И надежда у вас просыпается лишь тогда, когда он говорит, что с ним никто не хочет встречаться. Ну, хочется спросить у вас, хочется спросить, а почему вы себя, грубо говоря, недооцениваете? Я полагаю, что речь идет именно об этом. Речь идет именно о том, что вы себя недооцениваете. Речь идет именно о том, что вы боитесь конкуренции. Вероятно. Вот. Надежда просыпается только тогда, когда человек демонстрирует вам открытость, свободно. Ну, некую такую доступность. Вот. Знаете? И это вопрос, собственно, про вашу смартинку, собственно говоря. Это вопрос про вашу, про ваше мнение о себе. Знаете? Опять же, есть ощущение, что вы немножечко его идеализируете. Вот. Такое вот у меня ощущение в Варнику. По крайней мере. Вот. Ну, так это видится мне. Я не претендую на истину. Вот. Сейчас. Ни в коем случае не претендую на истину. Но видится мне ситуация такой, что вы можете его идеализировать. Вот. Далее. Так. Однако никакой уверенности у меня нет. То есть вы в себе не уверены. В чем? Зачем мне может понадобиться такая девочка, как я? А какая девочка? Как вы? Вот какая вы девочка? Что? 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 Что у вас такого? Если честно, я не понимаю, не очень понимаю, что у вас такого. Что у вас такого, что вы себя обесцениваете, по сути, в его глазах, решая между прочим за него. То есть вы решаете за него, нужны вы ему или нет. Опять же, я полагаю, потому что боитесь конкуренции. Вот. Ну, может быть, еще потому что боитесь вас отвергнут, к примеру. Такая история, в принципе, тоже может быть. Вполне. Вполне. Вот. Вполне реально. Такая история. Ну, на мой взгляд, опять же. Дальше. Так. У нас не слишком-то схожие интересы. Я потрудился сразу над. Ну, вы можете сделать его интересы своими. Если что-то найдете. А он сделает ваш, если вы будете общаться. Перестать думать о нем не могу. Не хочу. Почему не хочет? Это хорошо, что вы говорите, что вы не хотите. Но почему? Что он для вас значит? А чего вы хотите? Опять же, вопрос возникает у меня к вам. Понимаете? Чего вы хотите тогда? Тогда. Вот. Это важный момент. Это очень важный момент. Важный момент. То есть, вот, вы признаете, что не хотите переставать о нем думать. И это здорово. Что вы это признаете. Вот. Это прекрасно. Это прекрасно. Что вы признаете. Но, на мой взгляд, не хватает вот такой какой-то осознанности. более, ну, более полной осознанности своих желаний, да, своих потребностей и так далее. Вот. Не хватает. Не хватает. Мне так кажется. Мне так кажется. Мне так кажется, что не хватает. Не хватает. Дальше. Так. Опять доставить себя пригласить свои чувства и продолжать жить, подыскивая себе пару почин. Опять, говорите вы, пригласить свои чувства. Почему опять? То есть, это уже не первый раз, когда вы, ну, выстраиваете такую вот цепочку, что ваши чувства не взаимны. Или как? То есть, почему опять? Что значит проглотить свои чувства? Вы не можете проглотить свои чувства, это невозможно. Невозможно. Свои чувства приглотить невозможно. Ну, потому что, то, что вы чувствуете, это здорово. Вы можете только выразить, в принципе, их, вы можете только выразить свои чувства и, в принципе, все. Но, как бы. То есть, это вопрос, это вопрос именно, именно, вопрос именно к вам, на самом деле. Больше. Вот. Что вы вкладываете вот в это выражение? Дальше, эм, так, позиткиваю себе пару почти нет. Ну, это, нет. Это не подходит. Вдруг, как говорят о разумной руке, люди, я напридумывал на себе саку, он лишь кажется мне таким замечательным. Хотя я даю себе отчет, что он не без недостарков. Ну, вам нужно поисследовать свои ощущения, поисследовать свои чувства. Отделить свои желания от того, что вы чувствуете к нему, тогда уже будет понятно. Мне, правда, нужен совет, желать несколько, чтобы были варианты. Ну, об этом я уже сказал вам. Настя. Так что, вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.